В прошлом видео мы поговорили о случае, когда цикл кальвина может пойти иным путем. Есть такой большой белок, фермент, который помогает процессам в цикле кальвина. К нему присоединяются молекулы. Затем фермент трансформируется и соединяет их друг с другом, стимулируя реакцию. Называется этот фермент рубиско, или полностью рибулоза-бисфосфат-карбоксилаза-оксигеназа. Когда цикл кальвина протекает так, как нужно, к рубиско с одной стороны прикрепляется молекула углекислого газа, а с другой – молекула РУБФ, или рибулоза-1,5-бисфосфат. И если все идет своим чередом, тогда фермент соединяет эти два вещества. Затем продукт реакции разделяется. И на каждую молекулу реагентов образуются две молекулы-трифосфоглицерата. В предыдущих видео для удобства я рассматривал случаи, когда соединялись по три молекулы реагентов, и получалось шесть молекул-трифосфоглицерата. А если молекул реагентов по одной, то молекул продуктов получается две. Так протекает обычный цикл кальвина. Затем трифосфоглицерат превращается в две молекулы-трифга, то есть трифосфоглицеральдегид, или глицеральдегид-трифосфат. Хотя давайте я подпишу коэффициенты три у реагентов. Тогда молекул продуктов будет шесть, и, соответственно, шесть молекул-трифга. Из шести молекул глицеральдегид-трифосфата, пять возвращаются назад в цикл кальвина для образования рибулоза без фосфата. А одна становится, скажем так, конечным продуктом фотосинтеза. Идет на синтез других углеводов. Но проблема цикла кальвина заключается в том, что рубиска не только связывает углекислый газ. На его месте может оказаться молекула кислорода, которая также присоединяется к этому же ферменту. Тогда в реакцию вступают кислород и рубиэф. Пусть у нас снова будет три молекулы рибулоза без фосфата и три молекулы кислорода. Тогда вместо шести молекул фосфоглицерата образуются всего три молекулы фосфоглицерата и три молекулы фосфогликолата. И тогда фосфоглицерата не хватает на производство глюкозы. И цикл кальвина работает вхолостую. Он ничего не производит, при этом тратя энергию из молекул АТФ и НАТФН. Вот в чем проблема. Если рядом с рубиска окажется слишком много кислорода или даже мало кислорода, цикл кальвина становится менее эффективным. Потому что время от времени вместо углекислого газа к ферменту прикрепляется кислород, и конечный углевод не синтезируется. Как растения решают эту проблему? Один из вариантов – проводить цикл кальвина там, где кислорода очень мало или даже совсем нет кислорода. Именно так и поступают некоторые растения. А вы спросите, как они это делают? Нельзя же их просто пересадить на планету, где нет кислорода. Чтобы понять, как это происходит, предлагаю подробнее рассмотреть, как устроены листья растений. Это никогда не помешает, ведь мы с вами сейчас изучаем биохимию. Допустим, это лист растения. Из обеих сторон листа есть небольшие отверстия, так называемые щели. Они окружены замыкающими клетками. Эти щели гораздо меньше, чем я изобразил. Без микроскопа вы их не увидите. И называются они устица. Именно через эти устица в растения поступает воздух вместе с углекислым газом. И именно через них растения испаряют воду. Давайте я попытаюсь нарисовать лист растения в сечении. Это у меня верх листа, а это его низ. И вот это отверстие, и есть устицы. Растения при помощи замыкающих клеток умеют раскрывать и закрывать свои устицы. Но нас сейчас интересует, что происходит внутри клеток листа. В большинстве растений процесс фотосинтеза протекает в клетках мезофила. Они находятся в середине листа. Позже я сниму отдельное видео об анатомии растений. Итак, это у меня клетки мезофила. В них обычно и протекает фотосинтез. Хотя я нарисовал их не очень удачно. Давайте перерисую. Поскольку клеткам нужен углекислый газ, между ними есть небольшое пространство, чтобы в них свободно поступал воздух. Я, конечно, изображаю их очень схематично. Воздух поступает в устица и заполняет пустоты между клетками мезофила, обеспечивая их углекислым газом. Хотя в воздухе, кроме углекислого газа, есть еще кислород, азот и так далее. В нашем случае нас интересует в первую очередь именно углекислый газ, необходимый для цикла кальвина. Но, как я уже сказал, кроме углекислого газа сюда же поступает кислород, который запускает процесс фотодыхания. Итак, через устица сюда попадает и молекулярный кислород воздуха. Что могут сделать растения для предотвращения попадания кислорода? Не все растения, но большинство из них, сталкиваются с фотодыханием, мешающим нормальному течению цикла кальвина. Но некоторые растения в процессе эволюции научились избегать процесса фотодыхания. Они называются С4-растения. В них протекает процесс С4-фотосинтеза. И вскоре вы поймете, почему он называется С4. Вернемся к предыдущей схеме. Напомню, первым продуктом цикла кальвина является фосфоглицерат – трехуглеродная цепь. Именно поэтому такой процесс называется С3-фотосинтез. И это подсказка. Как вы можете догадаться, в С4-растениях после связывания углерода из углекислого газа образуется четырехуглеродная молекула. Очень интересный момент. Как именно они это делают? Вот здесь у меня клетки мезофила. К ним поступает воздух вместе с углекислым газом, кислородом и всем остальным. Но кроме мезофила, здесь также присутствуют клетки, которые спрятаны еще глубже, и к ним не поступает воздух из устиц. Эти клетки окружают так называемые проводящие пучки, через которые в растениях протекают жидкости. Но об этом я тоже расскажу в отдельном видео. А сейчас я хочу рассказать, что происходит в процессе С4-фотосинтеза. Итак, внутри листа есть клетки, окружающие проводящие пучки. И эти клетки не имеют прямого доступа к воздуху. Они так и называются – клетки-обкладки пучка. При обычном фотосинтезе все процессы протекают в клетках мезофила, поэтому там возникает фотодыхание. В С4-растениях, в процессе С4-фотосинтеза, углекислый газ сначала поступает в мезофил. Давайте я подпишу. Это у нас клетки мезофила. И там углекислый газ вступает в реакцию не с Рубеев, не с Рибулоза без фосфатом, а с другим соединением, с труднопроизносимым названием – фосфоенолпируватом, сокращенно ФЕБ. Для нас важно то, что ФЕБ – это трехуглеродная цепь. Давайте я напишу ее полное название, чтобы вы знали, как расшифровывается ФЕБ. Фосфоенолпируват или фосфоенолпировиноградная кислота. В ней есть много разных атомов, но нас сейчас интересуют только три атома углерода. И что получается в результате такой реакции? В молекуле углекислого газа – один атом углерода. В молекуле ФЕБ – три атома углерода. И, как вы можете догадаться, получается четырехуглеродная молекула. Этой реакции вместо Рубиско помогает другой фермент. И это ключевое отличие С4-фотосинтеза. Этот фермент называется ФЕБ-карбоксилаза. Очень простое название. Как вы помните, Рубиско, то есть Рибулоза без фосфат-карбоксилаза-оксигеназа, связывает не только углерод, но и кислород. Поэтому в названии присутствует слово «оксигеназа». Теперь вместо него ФЕБ, то есть фосфоенолперуват, вступает в реакцию с углеродом, и соответствующий фермент называется ФЕБ-карбоксилаза. И ценность ФЕБ-карбоксилазы для фотосинтеза в том, что она связывает только углерод и не связывает кислород. Это всё происходит в клетках мезофила. К ним поступает не только углекислый газ, но и кислород. Но благодаря ФЕБ-карбоксилазе молекула ФЕБ связывается только с углеродом. В результате получается четырёхуглеродная молекула оксалоацетата или щавеливоуксусной кислоты. Давайте это тоже подпишем. Эта молекула нам уже встречалась в цикле Крепса. Все эти вещества периодически пересекаются в разных химических путях. Не знаю, как вам, а мне это кажется интересным. А дальше оксалоацетат превращается в другую молекулу. Попробую нарисовать схему. Оксалоацетат преобразуется либо в молат, либо в аспартат. Обе эти молекулы четырёхуглеродные. Они немного отличаются. Итак, у нас получается молат или аспартат. Во многих учебниках упоминается только молат, поскольку аспартат в итоге тоже превращается в молат. И уже дальше молат используется для производства углекислого газа. Вы можете не согласиться. Стойте, это же нелогично. У нас уже был углекислый газ. Затем он связался с образованием щавеливоуксусной кислоты, потом она превратилась в молат или аспартат, из которых снова получается углекислый газ. В чём смысл? В этом как раз и заключается основная идея С4-фотосинтеза. Часть молекул молата снова преобразуется в молекулы ФЕБ, а часть идёт на получение углекислого газа. В чём же смысл такой реакции? Начали с молекул ФЕБ и углекислого газа, закончили молекулами ФЕБ и углекислого газа. Зачем ходить по кругу? Как это предотвращает фотодыхание? Дело в том, что вот эта часть цикла протекает в клетках мезофила. В них образуется молат. А затем молат транспортируется в клетки-обкладки через крохотные трубочки, которые называются плазмодесмы. Давайте перерисуем более понятно. Вот это клетка мезофила, которой поступает воздух. А с ним О2, СО2 и всё остальное. Но только СО2 связывается с ФЕБ. В клетке есть молекулы ФЕБ, фосфоенолперувата. Фермент ФЕБ-карбоксилаза связывает молекулы ФЕБ только с углекислым газом. То есть его задача гораздо более конкретная по сравнению с РУБИСКО, с рибулоза без фосфат-карбоксилазой-оксигеназой. При этом кислород, попавший в клетки мезофила, игнорируется. В результате получается щавелево-уксусная кислота, которая затем превращается в молат. А далее через плазмодесмы молат транспортируется в более глубокие клеточные слои листа. В клетки-обкладки, которые не имеют доступа к кислороду. Клетки-обкладки и клетки мезофила связаны крохотной трубочкой. Я ее нарисовал. Малат поступает в клетки-обкладки, и уже в ней распадается на углекислый газ и перуват. Причем перуват может вернуться назад через плазмодесму в клетки мезофила, где из него снова синтезируются молекулы ФЕБ. Суть этого процесса в том, что теперь в клетке-обкладки есть только углекислый газ и нет кислорода. Растение сумело отфильтровать кислород, взять только углекислый газ из клетки мезофила и образовать в глубине листа среду, в которой кислород отсутствует. Здесь теперь есть только углекислый газ. И уже в клетках-обкладке он может вступить в цикл кальвина. Здесь фермент рубиска может спокойно связывать молекулу углекислого газа с рибулоза-бисфосфатом. Точно так же, как это происходит в обычном цикле кальвина. И в результате цикла кальвина образуется нужный нам сахар, фосфоглицеральдегид или 3-ФГА. Таким образом, растение сумело избежать возникновения фотодыхания, поскольку теперь цикл кальвина протекает в среде, где отсутствует кислород, но присутствует углекислый газ. Такой процесс называется С4-фотосинтезом. Он появился в растениях в процессе эволюции для избежания возникновения фотодыхания. Приставка С4 означает, что после первого связывания углерода, которое происходит не в цикле кальвина, а при помощи фебкарбоксилазы, образуется 4-углеродная цепь. Именно поэтому этот процесс называется С4-фотосинтезом. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. Субтитры сделал DimaTorzok